Здравствуйте! Вы смотрите Вести Кабардино-Балкария. В студии Наталья Юсупова. И в начале выпуска о самых важных темах. К покупателю без посредников в Кабардино-Балкарии появится кооперативный сельхозрынок. Самое уязвимое место у этого замка вот здесь, у этой стены. Она фактически прещина идет снизу до верху. Пять веков сигнальной башни. Кто спасет от гибели памятник федерального значения? В Грозном под председательством секретаря Совбеза России Николая Патрушева состоялось выездное совещание. В повестке было два вопроса. Перекрытие каналов финансирования терроризма на Северном Кавказе и предупреждение экстремистских проявлений в субъектах округа. В работе совещания принял участие и выступил в Рио главы КБР, сообщает пресс-служба руководителя республики. Юрий Коков проинформировал о предпринимаемых органами исполнительной власти и местного самоуправления, усилиях по профилактике экстремизма, обратив особое внимание на необходимость предотвращения дальнейшего распространения радикальной идеологии, прежде всего в молодежной среде. Он предложил комплекс мер, в том числе превентивного реагирования, направленных на дальнейшее оздоровление криминогенной обстановки в регионе, защиту безопасности населения, информирует пресс-служба. Другим темам. Пострадавшим нижнечерекским школьникам будет оказываться весь объем медицинской помощи до тех пор, пока это необходимо. Об этом накануне на встрече с родителями учащихся заявила вице-премьер Ирина Марьяш, сообщает сайт в Рео главы правительства. Напомню, инцидент произошел в конце февраля с жалобами на тошноту и головокружение. В больницу попали 76 детей. В управление Роспотребнадзора уже назвали официальную причину отравления, выделяемой мебелью формальдегид. Опасные столы из школы вывезены в отношении их производителя, проводится расследование. Как подчеркнула Ирина Марьяш, принято решение повторно обследовать детей. При необходимости им окажут всестороннюю медпомощь, в том числе предоставят места в летних оздоровительных лагерях. Меж тем, главный внештатный токсиколог Минздрава Марина Шаова заверила, что говорить о какой-либо дальнейшей угрозе здоровью детей нет никаких оснований. Верховный суд России разъяснил условия легализации самовольных построек. Сегодня на своем сайте ведомство опубликовало обзор судебной практики по таким делам. В первую очередь, человек должен иметь какое-то отношение к земле, на которой вдруг появился дом. Это либо право собственности, либо аренда. Как действовать в последнем случае, Верховный суд описывает детально на примерах. К тому же, объект должен быть возведен без существенных нарушений градостроительных норм и никому не мешать. Но если человек построил что-то на неправомерно занимаемом участке, никакой надежды легализоваться нет. Строение подлежит сносу. Также Верховный суд отмечает, что пристройка к жилому дому, либо квартире не является самостоятельным объектом недвижимого имущества. Поэтому судям при рассмотрении таких исков не стоит путать понятие реконструкции и перепланировки. Экзаменационные материалы для девятиклассников уже размещены в свободном доступе, сообщает сегодня российская газета. И это не утечка информации. Разработчики намеренно выложили тесты за два месяца до испытаний, чтобы ученики смогли подготовиться. Тем временем Рособорнадзор усиливает информационную безопасность экзамена. Места проведения ГИА и ЕГЭ оснастят камерами видеонаблюдения, обеспечат усиленную охрану помещений. На мобильные телефоны полный запрет. В качестве багажа на экзамен школьники смогут взять только свои знания. Усилены требования и к разработчикам заданий. Их кабинеты также под видеонаблюдением. Особое внимание уделяется защите локальной сети, где идет подготовка материалов. К тому же Рособорнадзор на законных основаниях будет мониторить интернет, чтобы выявлять случаи кражи заданий. Добавлю, что в регионах Северокавказского округа в эти дни до конца марта пройдут семинары по организации общественного наблюдения при проведении итоговой аттестации. Продолжаем. Республика ищет решение проблемы сбыта агропродукции. В этом году в КБР появится кооперативный сельхозрынок, сообщает сегодня РИА Кабардино-Балкария. За последние годы в регионе создано более 40 сельскохозяйственных кооперативов. Однако, как считают в профильном ведомстве, этого недостаточно. Сегодня необходимо объединить усилия частников предприятий малого и среднего бизнеса в сфере АПК. А сбыту их товара без посредников должен способствовать кооперативный рынок. Предполагается создать 120 торговых мест плюс склад для хранения продукции. В Черягском районе разрушается памятник федерального значения. Башня Жабоевых – объект уникальный. Это признают и историки, и археологи. Министерство культуры надеется, что реконструкция крепости начнется в этом году. Успеют ли реставраторы спасти векового исполина, выясняла Нуржан Кубадиева. Неприступная и суровая башня Жабоевых в Хуламо-Безингийском ущелье покоряют с первого взгляда. Замок когда-то был центром целого комплекса сторожевых сооружений. Эти башни строились как сигнальные. Главная их цель была оповестить людей о наступлении врага. По мнению археологов, возраст этой средневековой башни – от 5 до 8 веков. За свою длинную историю он видел многое – осады, нашествия, набеги. Но больше всего поражает другое – то, насколько искусно было построено это сооружение. И это в то время, когда не было ни технологий, ни транспорта. Подобных строений в Кабардино-Балкарии нет. Планировка, облицовка, камень, а использован здесь в основном гранит. И даже цемент, состав которого до сих пор неизвестен, уникальный. Дожди вымывают их столетиями. Горные ветры довершают разрушительный процесс. Самое уязвимое место у этого замка, вот здесь, у этой стены. Она практически трещина идет снизу доверху. С учетом того, что он на очень таком обветриваемом склоне стоит, выветривание, осадки, перепады температуры, эту трещину делают все более глубокой. И, возможно, просто один из очередных шквалистых порывов ветра, он опрокинет эту стену. Член Русского географического общества Тенгис Макаев изучает башню Жабоевых уже 5 лет. По его словам, замок из года в год становится все ниже, а стены тоньше. То есть здесь всегда было сурово. И, видимо, здесь много людей никогда не жило. По этой причине и большого количества замков, и крепости здесь не строилось. И оттого их вдвойне обидно и больно смотреть на то, как это все разрушается. То есть у нас эти памятники, они не сотнями насчитываются, а единицами. И, к сожалению, последние десятилетия за их сохранностью никто не следит. Исторические памятники, а это также соседние башни Тотур и Аккала превращаются в развалины на глазах у жителей Безинги. Но селяне сами сделать ничего не могут. Крепость имеет статус федерального памятника. Башни – это не наши компетенции, это Министерство культуры, наверное, это государственные башни. Нам даже там дотрагиваться нельзя до них, даже если восстанавливать. Ну, в одно время начали восстанавливать, что-то почистили, все, и потом приостановились. Сегодня в Министерстве культуры КБР говорят, что уже есть проект реставрации, с которым ведомство планирует попасть в федеральную целевую программу «Культура России». На сегодняшний день у нас пять проектов готовых уже на памятник федерального значения. Феодальный замок у села Жабоева. Также у нас Аккала – это оборонительная башня. Также замок – это Балкоруковых в Чигемском ущелье. И Абайкала – это Верхняя Балкария. Однако конкретных сроков начала реконструкции назвать пока не может никто. Все будет зависеть от финансирования. Даже если деньги будут выделены в этом году, нужно провести конкурс и определить подрядчиков. Все это займет время. Ну, а пока гордая неприступная башня стоит в полном одиночестве. Туристы здесь редкие гости. Нуржан Кубадеев, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария. Его называли гражданином мира Юрия Калмыкова. Сегодня вспоминали в Международной Черкесской ассоциации. Встречу посвятили 80-летию со дня его рождения. Калмыков известен далеко за пределами страны, как видный специалист по гражданскому и частному праву, политик, общественный деятель. О его характере и жизненной позиции говорят до сих пор. Будучи министром юстиции России и членом Совета безопасности, он подал в отставку в знак протеста против ввода войск в Чечню. Калмыков внес значительный вклад в объединение адыгов, проживающих в разных уголках мира. Он был первым президентом Международной Черкесской ассоциации. В честь памятной даты учреждена медаль 80 лет со дня рождения Юрия Калмыкова. Ну и далее Лейла Махова с прогнозом погоды. У меня же пока вся информация. Вечерний выпуск Вестей Кабардино-Балкария. Смотрите в 19.40. Увидимся. Мы учим, учимся сами. Совершаем открытия и лечим больных. Мы строим дома, осваиваем новые территории, спасаем жизни и поддерживаем порядок. Мы заботимся о детях, радуемся успехам внуков и продолжаем создавать будущее. Банк Еврокоммерц. Более 20 лет мы оказываем поддержку жителям республики и всей страны. Добрый вечер, метеовести от центра ФОБОС. Антициклон будет сопротивляться натиску атмосферных фронтов, но во второй половине дня все же возможны дожди и порывистый ветер. В Зольском районе облачно, небольшие осадки, плюс 7. У подножия Эльбруса снег, 3 градуса мороза днем и до минус 17 в темное время суток. В Тернаузе облачно с прояснениями, 9 градусов тепла. В Баксане, Чигеме и Норткале мало облачно и до плюс 11. В Прохладном и Майском на 1 градус меньше. В Терском облачно с прояснениями, 10 градусов со знаком плюс, а вот в Лескенском плюс 8, пасмурно и дождливо. Над Кашхатау нависли дождевые тучи, температура в пределах 10 градусов. В Нальчике по прогнозам синоптиков осадки не ожидаются, днем воздух прогреется до плюс 12, ночью около 0. Это все о погоде. Всего доброго!